Тайфун, так называется, видеосистема, которая в Сочи фиксирует нарушение правил остановки транспортных средств. На сегодняшний день по городу курсируют три автомобиля с данным программно-аппаратным комплексом на борту. Машины, водители которых игнорируют всем известный знак «Остановка запрещена», попадают в поле зрения Краевого центра видеофиксации. Оттуда же нарушители получают не менее известные письма счастья. Штраф – полторы тысячи рублей. Результаты довольно внушительные. За 2015 год было выписано порядка 3100 постановлений. Умножим на 1500 рублей и получим соответствующую сумму. А за 8 месяцев 2016 года на основании наших данных выписано уже порядка 4000 постановлений. Соответственно, на сумму порядка 6 миллионов рублей. Результаты деятельности системы «Тайфун» сегодня озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Работу такой автоматической системы первый заместитель главы города признал малоэффективной. Мугдин Чермит, взявший под свой контроль транспортную отрасль, подчеркивает, в городе необходимо вводить новые методы борьбы с беспределом на проезжей части. У нас большая загруженность транспорта происходит на остановочных комплексах, которые нельзя загружать вообще никому, кроме общественного транспорта. У нас большая загруженность транспорта происходит там, где проходят огромное количество наших мероприятий городских. От того, что вы сейчас опять их просто перечислите, мы послушаем и разойдемся, мы проблемы не решим. Что говорили мне заниматься? Давайте опять мы перейдем к делу. Стоят в каждом кармане, на каждой остановке стоят таксисты. Предлагайте конкретные меры, пожалуйста. Вот первая проблема. Отдельно каждый специалист не может подойти к транспортным средствам, но эффективность работы, она будет нулевой. Я прошу, чтобы у нас сотрудники ДПС реагировали на работу комиссии, которая может работать каждый день. Работать каждый день и даже ночью. Такую задачу ставит перед специалистами первой замглавы. Уже в понедельник должен быть готов график дежурств мобильных групп. К патрулированию города присоединятся и волонтеры с общественниками. Решила комиссия организовать на курорте и ночную эвакуацию. Этот вопрос сегодня обсудили с представителями эвакуационных служб. Их в городе четыре. Организовываем ночную смену. Члены совета, к вам вопрос. Согласны вы? Только да. Понятно. Есть возражения по ночной эвакуации? Возражений нет. Значит, тогда просьба такая. По согласованию, Александр Врач, вам поручение. По согласованию с ДПС ГАИ города графика работы ночной эвакуации. Из-за транспортного бума переполнены сегодня машинами так называемые островки безопасности, которые все чаще играют роль автопарковки. Предложение комиссии ликвидировать такие места на проезжей части. Департамент дизайна уже подготовил и эскизный проект по их благоустройству. Мугдин-Чермит этот вопрос предлагает обсудить непосредственно с жителями города, к примеру, в интернете. Еще одна больная для курорта тема – нелегальные перевозчики. В Сочи объявлен бой и беспредел у таксистов, а также водителей автобусов, как рейсовых, так и экскурсионных. Здесь мера одна – конфискация автомобилей. Так, с начала года составлено 177 административных материалов, 89 – с изъятием машин. Недостаточно оштрафовать, а необходимо срочно принять меры, чтобы этого автомобиля незаконного не было в городе. Чтобы этот автомобиль незаконно не стоял на обочине дороги, на островках безопасности. Чтобы меры принимались немедленно. Вот тогда будет толк. Принято решение работать совместно, сообща, не переваливать друг на друга проблемы, а вместе их решать. В том числе и с народным контролем. Все предложения, прозвучавшие на сегодняшнем совещании, Мугдин-Чермит поручил проработать до 1 октября. Если возникнет необходимость, отметил замглавы, город обратится в законодательные органы края и страны. Одно из возможных предложений – передать систему лицензирования транспорта униципалитету. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.